Что нового происходит в сфере иммиграции, как одобряют кейсы. Сегодня самое главное, что это у нас уже 17 октября, это значит, что начался новый финансовый год 2025 года и уже выделили новые квоты на визы по категориям ИБИ-1, ИБИ-2, по семейной иммиграции. То есть мы уже вошли в новый год. Поэтому, допустим, если в прошлом году по ИБИ-1 использовали все визы, не осталось, уже не выдавали до конца года, то сейчас уже с сентября месяца их начали выдавать. Вышел новый визовый прилетель на ноябрь месяц. Там ничего не изменилось по сравнению с сентябрем. Если вы следите, то вы знаете, что в октябре немножко продвинулась очередь по ИБИ-2 категории, включая ИБИ-2, National Trust Wrave. Категория ИБИ-1 была текущая, это означало, что можно было сразу после одобрения подавать на иммиграционную визу или на частную статус, если находитесь внутри страны. Это также осталось и в ноябрьском визовом бюллетене. Очень хорошо. Чуть-чуть виза для религиозных работников, по-моему, сменилась. Стоит unavailable на дату 21-го года, что тоже хорошо. Поэтому ничего не поменялось. По категории F2A по семейной иммиграции тоже все осталось так же самое. Но по лотерее Гринкард очень не странно и удивительно. Значит, текущий номер по лотерее Гринкард в октябре месяце был на ноябрь 6 тысяч по Европе, и на Азию 3 тысячи. Эти данные, эти цифры вообще не подвинулись. Дальше. Вечная иммиграционная служба время от времени собирает комментарии по поводу своих регламентов, по поводу того, как они отобляют какие-то петиции. И собрав комментарии в прошлом году, вот сейчас, в октябре месяце, вышли обновления по поводу того, как будут засчитывать некоторые критерии по категориям IB1. Я знаю, что есть огромный спрос на эту категорию IB1 для людей с экстрадинарными способностями. И сейчас там в четыре критерия внесли изменения. В публикации ОВАЗ, там немножко поменялось, что должно быть в тех публикациях. Дальше про членов в ассоциациях. Если раньше вы должны были быть текущими членами в ассоциации, то сейчас сказала иммиграционная служба, что будет засчитывать ваша прошлая членов в ассоциациях. Критерии про награды на национальном и международном уровне внесли изменения и в выставки. Я могу сказать, что, наверное, немножко легче будет получить одобрение, но, опять же, легче, если у вас есть с чем работать. Пришла новая редакция формы I-131. Это форма, которая подается на запрашивание транспароля и FUG travel document. Она полностью поменялась, она уже стала такой длинной, вы ее заполняли. Но просто имейте в виду, что если вы заполняли, потом бросили заполнять, сейчас вернетесь опять, вам нужно будет использовать только новую форму, потому что они поменяли прямо в один день. Если вы сказали, что старую, поменять они больше не будут. Имейте это в виду, чтобы просто не задерживать подачу своих документов. В общем, миграционная служба работает препаршиво. Я обычно держалась, но сейчас прям наболела. Очень долго мы ждем получения рисит-ноутисов. Есть такие дела, которые мы отправили месяц назад. До сих пор не знаем, или их нам вернули из-за чего-то, или просто нам нужно подождать. В то время, когда ждем, могут люди выходать из статуса, и из-за этого могут быть проблемы. Поэтому, если вы отправляете какие-то документы с вашим адвокатом или сами, то следите за тем, чтобы получить рисит-ноутис. Дальше. Миграционная служба все-таки не дремлет, старается идти вновь со временем. И сейчас появилась новая услуга – подача документов онлайн в PDF-формате. Она подходит на сегодняшний день для тех, кто подает на разрешение на работу по категории C9 – это у кого есть Adjustment of Status на основании семейной птицы или рабочей миграции. Это подходит для тех, кто подает на разрешение на работу на основании одобренного TPS, параллель, а также те, кто находится в статусе ожидания убежища. Огромная категория людей. Так вот, что нового? PDF-файлинг позволяет подать форму I-912. Это форма полезной для тех, кто не может оплатить госпошлину. Если вы не можете оплатить госпошлину, вы можете подать эту форму I-912, и иммиграционная служба рассмотрит вашу заявку и даст ему разрешение на работу безоплатно. Раньше это можно было подавать только в бумажном виде. Но если вы подаете на категорию C9, и вам не нужно платить за разрешение на работу из-за вашей категории, тогда не подавайте PDF-файлинг. Иммиграционная служба очень долго и очень фаршиво дает адванс пароль. Даже если сейчас вы подаете нам смену статуса с неиммиграционного на миграционный, сейчас вы должны платить за этот адванс пароль. 630 долларов, если я не ошибаюсь, но я вижу, что в течение трех месяцев эти адванс пароли приходят. Те, которые по TPS адванс пароли, те, которые по UFU адванс пароли, это просто какой-то трэш, потому что я читала это у коллег. И у нас тоже есть случаи, когда более двух лет ждали на получение адванс пароля и документа на путешествие. Те, кто по UFU, и приходит либо отказ, либо приходит адванс пароль на один день, который уже прошел. Поэтому это просто ужас. И адвокаты собирались обращаться в UFU, чтобы посмотреть, в чем причина, потому что это просто какое-то реальное издевательство. И когда я рассказывала об этом своим друзьям, которые граждане Америки, они просто не верили, что такое может быть и что это вообще несправедливо. Все равно инновационная служба рассказывает, что мы будем рассматривать ваши expedite request. expedite request – это когда по некоторым причинам, по некоторым критериям вы подходите на то, чтобы рассмотрение вашей заявки на адванс пароль ускорили. И говорят, вот мы уточнили, как мы будем рассматривать expedite request. Будем проверять вовремя ли вы подали заявку, будем проверять, когда у вас путешествие запланировано, не запланировано, и смотреть, можем ли мы вам ускорить. Но если ваше путешествие, если ваши travel plans, если ваши планы на поездку раньше, чем срок рассмотрения документов, допустим, срок рассмотрения документов – 12 месяцев, да, а вам надо поехать куда-то через 8 месяцев. Вы просите ускорить. Инновационная служба говорит, нет, мы не можем ускорить, потому что вы же знаете, что мы рассматриваем 12-15 месяцев, а 8 месяцев, значит, что вы так запланировали? А если человек еще не был в штатах на эту дату или вообще не представлял, что он будет подавать документы, ну, это просто какой-то абсурдный абсурд. Пароль для стран Кубы, Никарагуа, Гаити, Венесуэла. Ходят разговоры, администрация президента заявляет, что продления этих паролей не будет. Окей, не будет, как бы нас это не касается, в частности украинцев это не касается, но прямую ни о чем не говорить, вы все равно задумаетесь о том, что точно так же в один день может прийти какая-то информация, что-то поменяться, и продление по ЮФОЮ может не стать. Имейте это в виду, те, кто пока надеется, что сможет оставаться только по ЮФОЮ неопределенный срок, чтобы не получилось так, что вы там кредит взяли, моргич взяли, дом купили, дети в школу пошли, дети учиться начали, и статуса нет. Поэтому думайте о том, чтобы как-то получать документы, если вы планируете тут оставаться. Если вы не знаете, если вы не хотите здесь оставаться, тогда эта информация не для вас, просто закончится пароль, и надо будет уехать. Потому что оставаться без статуса, оставаться нелегалом, это я никому не советую, это вам не нужно. Что хотела сказать о ТПС? По ТПС срок рассмотрения документов сейчас год. Рассчитывайте на год. Срок рассмотрения разрешения на работу тоже достаточно длинный. Если нет разрешения на работу, если оно закончилось, вы не можете работать ни сам на себя, ни на W2, ни на фирму, ни из-под стола, ни из-за стола. Вы работать не имеете права. Это является нарушением. Поэтому заблаговременно проверяйте карточки свои, когда у вас заканчивает разрешение на работу, чтобы не получается такая ситуация, что вы работаете без разрешения на работу. Лотерея грин-карт активно идет. Срок подачи до 5 ноября, если я не ошибаюсь. Поэтому делайте фотографии, заполняйте, смотрите видео. У нас Кира записывала прекрасные видео, как заполнять документы. Если нужна Кира на помощь, ей пишите, она будет вам помогать, она за это берет какую-то свою символическую плату. Дальше. И те, кто думает получать документы, но еще не знает, каким образом делать это либо через работодателя, либо они подходят на EB2 National Interest Rate. У нас есть личная консультация, у нас есть групповая консультация. Значит, если вы еще не знаете, что делать, если вы не готовы платить, я понимаю, что стоимость моей консультации, она достаточно дорогая, кстати, мы, скорее всего, будем ее поднимать, приходите на групповую консультацию. Чем она выгодна? Там небольшая стоимость, мы разбираем вашу ситуацию, и вы слушаете ситуацию других людей, которые в большинстве случаев плюс-минус в такой же ситуации, как вы, и подбираем, что для них может подойти. Вы можете услышать что-то новое для себя, как вам действовать, вам может прийти какая-то идея, когда вы услышите от людей, которые рассказывают, как они подготовят кейсы, как они собирают доказательства, допустим, или как даже с работодателем общаются, и, возможно, это поможет вам сделать свой правильный выбор в том пути, который вам необходимо пройти для получения рынка. Категория EB2 NIW. В последнее время тяжелее получить одобрение то, что... Ну, не то, что работало раньше, то, что работало раньше, сейчас работает, но не всегда. Когда вы думаете про категорию EB2 NIW, она сейчас, во-первых, в браклоге, это означает, что на нее достаточно длинная очередь. Когда вы смотрите, что вроде у меня образование есть, моя профессия как бы востребованная, думаете всегда о том, что конкретно вы будете делать, конкретно не я, допустим, там, QA, специалист, диплома магистра, а что конкретно как QA вы будете делать, что будет полезным национальным интересам США. Мы помогаем, то, что мы можем помочь, но все равно вы как специалист должны вы знать. Вот в вашей сфере, да, допустим, вы инженер, в вашей сфере как инженер. Что конкретно вы делаете такого, как инженер, в какой-то востребованной сфере, что принесет пользу национальным интересам, что лучше, чем делают другие, что существенно для национального интереса, что существенно для штатов. U4U. Закроет, не закроет, мы никогда не знаем, пока что ее не закрыли. Достаточно долго сейчас рассматривают U4U, даже чем быстрее рассматривают спонсоров, бывает, что достаточно долго ждем одобрения по бенефициару получить travel authorization, участили случаи, когда люди приезжают, их не пускают в аэропорту, потому что говорят, что отменили там или еще что-то. Более того, смотрите, кто вам делает это U4U, потому что сейчас начинает выдавать повестки в суд, в депортационный суд. если, не то что начинает, но я вижу, что какие-то миграционные службы делают свои расследования, если этот пароль по U4U был получен мошенническим путем с какими-то непонятными спонсорами, то вызывает идеи на UTIM-NTA Notice to Appear в повестке, чтобы явиться в суд для депортационных процедур. Это достаточно серьезно. Я не знаю, что стоит за этим. Я не интересовалась. Мне не попадалась никакая информация, но если вы еще находитесь у себя в стране, просто думайте про этих спонсоров, чтобы не попасть на каких-то мошенников, потому что даже если вы здесь окажетесь и вычислили, что что-то не очень честное происходит, то вас найдут повестку вручат и будут разбираться. Спасибо, что смотрите, как всегда. Спасибо, что оставляете вопросы. Кто еще не готов на личную консультацию, не приходите. Не надо, чтобы просто пришли и узнали. Изучайте то, что есть у меня в соцсетях. Я уже, по-моему, так детально рассказываю, что детально некуда. Приходите на групповую консультацию. Это дешевле в разы, это ни сколько ни хуже. И будете понимать, над чем вам работать, а когда уже будете готовы работать, тогда будете заключать договор. Всем спасибо, всем хороших выходных и до связи.